Привет, друзья, с вами Вайми, и это снова скиллы в Payday 2. Вышло довольно много патчей за последнее время. Ну, по сути, у них был крайм фест, когда там каждый день по патчу в течение 10 дней, и новые серьезные изменения, новые скилл 3, переделали старые скилл 3. Ну, в общем, давайте с этим всем разбираться. Итак, первое самое важное изменение — это то, что убрали бонусы рядов полностью. Их вообще теперь нет, так что теперь все те бонусы, которые вы получали, когда вы там выложили 20 поинтов в скилл 3, их теперь просто нет. Их переместили в новую систему перков, о которой я под конец поговорю. Но, в общем-то, здесь их теперь нет, и это довольно важное изменение. То есть теперь не нужно прокачивать штурмовика или техника до какого-то тира, чтобы получить дамаг хедшотов плюс 25%, по-моему, это вот на этом четвертом тире было. Теперь оно есть у всех, и всегда. Ну, не всегда для этого нужно немножко прокачаться все-таки, но независимо от того, прокачана у вас техника или нет, она у вас теперь может быть или может не быть. Что очень даже неплохо, и большинство полезных тир-бонусов засунули сюда, а большинство бесполезных просто убрали. Также поменяли многие скиллы. В основном это коснулось техника, у него довольно много всего поменяли. У призрака и штурмовика почти ничего не поменяли, у манипулятора пару скиллов поменяли, плюс новая скилл 3 полностью. Но давайте начнем с манипулятора. Итак, первый скилл, который мы поменяли, это был здесь свой человек, стал контроль толпы, который был на самом верху. Его переместили вниз, и его объединили со скиллом свой человек. То есть, про-версия теперь открывает актив, обычная версия, гражданский, остается запуганным на 50% дольше, и шум, создаваемый вами, устрашает гражданских. Это супер офигенно. Раньше это был очень хороший скилл, но он был так глубоко и далеко засунут, что его практически никто не брал. Потому что просто для того, чтобы его взять, нужно было очень серьезно качаться в манипуляторы, и в этом случае у вас, скорее всего, есть там всякие аптечки, воскрешение и прочее, и вы более заточены под громкие миссии, чем под то, чтобы брать заложников в таком полустелсе контрольном. Сейчас оно очень близко, и его может взять абсолютно каждый, наверное. То есть вы в любом случае, скорее всего, берете выносливости или кабельщик про-версию, и у вас таким образом открывается второй тир, и одно очко потратить на то, чтобы устрашать гражданских шумом. Это очень полезно, и это очень важно. И, по сути, оно действует так, как на нем написано. То есть, когда вы стреляете, например, все гражданские вокруг, они вместо того, чтобы пытаться вызвать копов, они просто пугаются, лежат и ничего не делают. Это очень хорошо. Второй скилл, который поменяли, совсем поменяли, это вот это вот обезболивающее. Оно раньше было скиллом на экспо, экспо переместили в перки, причем довольно глубоко засунули. И теперь здесь вот этот вот скилл, он, по сути, является аналогом боевого медика, только работает не на себя, а на союзников. То есть, боевой медик, когда вы воскрешаете кого-то, вы наносите больше урона. Обезболивающее, когда вы воскрешаете кого-то, тот, кого вы воскресили, получает меньше урона. В принципе, наверное, юзабельно, но не знаю. Я не часто кого-либо воскрешаю. Но, в принципе, это, возможно, даже немножко полезнее, чем наносить больше урона. Кроме этого, немножко поменяли что-то в джокерских скиллах. По-моему, вот этого, да. Ваша скорость передвижения увеличивается на 10%, если есть враг, сражающийся на вашей стороне. И этот враг получает меньше урона. И про-версия, ваше здоровье увеличивается, если есть этот враг, сражающийся. То есть, если у вас есть джокер, то вы имеете больше скорость передвижения, и вы имеете больше жизни. Очень даже неплохо. И еще один скилл, который поменяли. Не поменяли, как ни странно, стокгольмский синдром. Он все еще самый бесполезный скилл в игре, наверное. Но еще один новый скилл добавили вместо контроля толпы. Спекулянт. Если у вас есть как минимум один заложник, то вы будете восстанавливать 0,6% здоровья каждые 5 секунд, и про-версия 2%. То есть, когда у вас есть заложник, ваша жизнь регенерирует. Про-версия дороговато, но 2% это более-менее неплохо. 0,6% это, в принципе, тоже неплохо, так что, в принципе, можно взять, но обычно по очкам проблемы. То есть, очков не хватает, чтобы взять такую фигню. Но в целом это интересная идея. Реген жизни, плюс увеличение жизни от Джокера, плюс там добавили кучу... Сюда захожу. Добавили кучу перков всяких на жизнь. В общем, можно с этим что-то придумать. Но не уверен, что это совсем аж обязательный скилл. То есть, можно что-то придумать, но не обязательно. Можно и без него нормально жить. Дальше. Штурмовик. В штурмовике поменяли одну единственную вещь. Это про-версия карбонового лезвия. Теперь дает возможность брать пилу в качестве вторичного оружия. То есть, вы тратите 12 поинтов, и можете брать пилу вместо вторички. Это делает пилу немножко более полезной на громких миссиях. То есть, например, если вы громко проходите Биг Банк, то если вы при этом берете пилу, то вы немножко менее полезны, чем если вы выбрали основное оружие. Но тем не менее, там очень много этих депозитов, ячеек, которые можно пилить. Так что, теперь ее можно взять как вторичку, и это удобно. Иногда. Но, по крайней мере, это позволяет вам выбрать, что вы хотите взять на миссию. Там, шотган, или снайперку, или автоматы, или еще что-нибудь. Но за 12 очков не уверен все-таки. Обычно на пилу уже очков не остается, и берется либо просто пила и берсерк, либо просто вообще просто пила, либо вообще ничего не берется, как у меня сейчас. Но это единственное, что поменяли в технике, в штурмовике. В технике много чего поменяли. Ну, в общем, это единственное, что поменяли в штурмовике, но брать пилу на вторичку это полезно и интересно. Дальше техник. У техника куча всяких изменений. Часть из них касается пушки, часть из них касается С4. Начнем с пушки, пожалуй. Итак, в пушке в основном изменилось то, что вот на этот вот скилл перенесли боеприпасы дополнительные раньше, они были на тир выше. То есть теперь второй вот этот скилл добавляет пушке патроны и скорость вращения, раньше он давал только скорость вращения. Третий скилл на пушку, он теперь интереснее, теперь вы можете перезаряжать эту турель, используя собственные боеприпасы. То есть вы ее юзаете, у вас тратятся ваши патроны, пушка заряжается. Это делает пушки на порядок полезнее, хотя на них все равно нужно огромное количество скиллпоинтов. Но я уже хочу попробовать что-нибудь с пушками, возможно на следующем инфоме. Ну или возможно я респектнусь когда-нибудь. В общем, таким образом пушки можно сделать намного полезнее. Что делает их еще полезнее, это вот этот вот скиллмастер на все руки. Первая версия его просто увеличивает радиус поражения мин, здесь по-моему и был радиус поражения мин на этом скилле. Но в общем про версии важнее, вы можете брать с собой мины и турели одновременно. Вы берете что-то одно, вы все равно выбираете допустим мины. Но потом когда вы потратите это что-то одно полностью, вам дается другое. То есть вы берете мины, ставите свои 6 мины или сколько у вас там и получаете в руки пушку. Или вы берете пушку, ставите 2 пушки или одну и получаете мины. Довольно интересная идея. И на многие месяцы теперь имеет смысл брать мины, куда раньше как бы не было особого смысла брать мины. То есть на какой-нибудь там Hotline Miami там можно использовать мины грамотно. Там есть 3 места, которые можно заминировать, чтобы потом было меньше проблем. И там можно взорвать там одну дверь, помню еще С4. Но просто мины ради этих 4 взрывов туда брать это довольно бессмысленно. Но теперь намного больше смысла, потому что можно еще пушки поставить. Так что это довольно интересный скилл. Кроме этого, минам поменяли их датчик движения. Его не то, чтобы поменяли, его до... Ну, улучшили, скажем так. В общем, датчик движения был здесь. И он просто пищал, когда кто-то проходит через луч мины. Теперь он, во-первых, подсвечивает охранников, когда они проходят через этот луч. То есть они становятся подсвеченными и какое-то время... Они подсвечиваются точно так же, как если бы вы сами их подсветили. Но кроме этого, он еще и спецюнитов в громком варианте подсвечивает. Что тоже довольно полезно. И здесь где-то, да, вот. Следующий скилл про-версии это спецюниты, отмеченные вашими минами, получают на 15% больше урона. И, кстати, я забыл сказать в манипуляторе. Наблюдателя тоже побустили. Он теперь тоже... Если вы провалили стелс, то он будет подсвечивать врагов специальных. Тоже так же, как вы. И это тоже очень даже неплохо. Ну, в общем, такие вот изменения в технике. Ну, тут еще немножко мелких изменений. Типа, там, здесь был не радиус мин, а что-то бесполезное. По-моему, стоимость крафта или что-то подобное. Где-то тут, возможно, еще что-то подобное было. Ну, в общем, это очень небольшие и незначительные изменения. В призраке изменения одно. Хотя нет, два. Во-первых, вот это вот побустили. 9 жизней про раньше был 10% или 15% шанс моментально подняться. Сейчас он 35. Все еще бессмысленный скилл. За 12 поинтов оно не нужно. Но хотя бы немножко стало лучше. Но что серьезно поменяли, это акустическая петля. Про-версия теперь перезаряжается каждые 4 минуты. Перезаряжается только сама акустическая петля, насколько мне известно. То есть вы ставите ЕЦМ-ку, вы ее... Она работает свои, там, 30 секунд. После этого вы ее можете еще раз активировать, и она станет всех вокруг. 20-25 секунд. Ну, 15-20, но тут еще какой-то скилл повышает ей длительность. И потом через 4 минуты вы ее можете перезапустить, а она снова будет встанить всех еще 25 секунд. Это делает ЕЦМ-ки, наверное, намного более полезными в громком варианте. Они и раньше были достаточно полезными. Проблема в том, что до них качаться надо очень долго. И все остальное в скилл 3 ГОСТа не особенно соответствует громкому прохождению. Но теперь, по сути, если у вас 4 ГОСТа полностью прокачанных, то вы можете поставить 8 ЕЦМ-ок и постоянно их циклить. Там у вас будет какие-то, там, не знаю, какая-то минута между этими ЕЦМ-ками. То есть вы включаете все эти ЕЦМ-ки по очереди. Как только одна кончается, вы включаете следующую. И когда у вас кончится последняя, у вас там будет где-то секунд 30 или минута до того момента, пока перезарядится первая. Довольно интересная идея. И таким образом половина карты встанет постоянно. Так что это довольно неплохое изменение. И оно делает ЕЦМ-ки еще полезнее. Хотя они и так были достаточно полезными. Но затратными. Ну и добавили также целое новое скилл 3. Беглец. Беглец это довольно интересный скилл 3. В нем есть очень интересные идеи. Очень интересные скиллы. Но в целом, не знаю даже. Я потом, когда про все скиллы расскажу, я выскажу все свое общее мнение о всем скилл 3 в целом. Но давайте начинать. Итак, когда вы открываете его, вы получаете аптечки первой помощи. Они отличаются от полноценных аптечек манипулятора тем, что они, во-первых, одноразовые. То есть вы ее ставите, вы ее съедаете и все, она исчезает. Во-вторых, они не восстанавливают вам воскрешение. То есть, когда вы умираете 3 раза, вы на 4 смерть попадаете сразу... Ну, на смерть умираете. В общем, вас нельзя поднять. Если вы едите аптечку манипулятора, то оно восстанавливает вам эти 3 жизни. Если вы едите аптечку беглеца, то оно не восстанавливает вам эти 3 жизни. Но при этом их много. Их 4 изначальные, потом их можно проапгрейдить еще плюс 10. То есть у вас их будет 14 штук. Так что это намного более... Как бы полезные аптечки в том плане, чтобы поставить, вылечиться и пойти дальше. Потому что у манипулятора полностью прокачано, у него 2 аптечки. По 4 юза, но 2. То есть он их ставит в каком-то конкретном месте и все. Нужно в это место всегда возвращаться, чтобы лечиться. Беглец может их поставить где угодно, потому что у него их дофига, и он их может спамить. Но опять же они не восстанавливают воскрешение. Что довольно печально. Но довольно интересная идея. Они также быстро ставятся и быстро используются. Но хотя может быть не так уже быстро. То есть может быть не сильно быстрее, чем аптечки полноценные, но хрен с ним. В общем интересная штука, но довольно редко полезная. На некоторых миссиях, на новой миссии про Хокстона она очень офигенна. Потому что там очень длинная миссия, на которую нужно постоянно идти. Нельзя поставить в одном месте аптечку манипулятора и к ней постоянно бегать. Но кроме этого... То есть она на некоторых миссиях может быть полезным. В большинстве случаев лучше взять манипулятора с его аптечкой. Дальше, первый тир. Скорость подъема по навесным лестницам увеличена на 20%. Зачем? Я не знаю зачем. Ну, конечно, скорость плюс 20% это неплохо. И за одно очко это не так уж серьезно. Но вообще мне не нравятся все три первых скилла беглеца. Но хрен с ним. Про-версия этого скилла дает вам 15% уворот на зиплайнах. Опять же. Я зиплайнами пользовался раза три, наверное, всего. Так что это не очень полезно. Ну что поделать. Дальше. Спрятанный клинок. Оружие ближнего боя менее заметно на 2. Это адекватно. Оно все равно не будет, по-моему, менее заметно, чем самое менее заметно. Ну то есть оно не то чтобы не будет. В общем, если вы берете приклад, у него и так скрытность 30 и 30, насколько я знаю, это кап. То есть у него станет визуально 32, но ваш риск обнаружения не изменится от этого. То есть если вы все равно ходите с чем-то, что имеет 30 скрытности, то это абсолютно бессмысленно. Если вы хотите взять что-нибудь, что имеет 29 или 28, то это очень помогает. Ну или меньше, но там оно менее помогает. То есть с этим перком вот этот вот ножик, который имеет 28 скрытности, он будет настолько же эффективен, как и приклад по нескрытности. Довольно интересно, но не всегда полезно, опять же. Про-версия. Враги создают на 95% меньше шума при смерти. Абсолютно то же самое, что и Shinobi Pro. Насколько я знаю, не стакается, но там некуда. То есть они и так не издают никакого практически шума при смерти с одним из этих скиллов. По сути, это позволяет не качать Госта, чтобы взять Shinobi Pro, но Госта все равно нужно качать, чтобы взять быстрые руки и спринтера, так что... И просто обычный Shinobi полезен. Так что проще не брать это. По очкам оно одинаково, что то, что другое. И третий скилл. Толстокожий. Стойкость бронежилетов увеличена на 10%. И в Pro-версии увеличена прочность всех баллистических бронежилетов. Стойкость это тот стат, от которого зависит, насколько вам шатает камеру, когда вас попадают или когда там рядом с вами что-нибудь взрывается. И оно действует на все бронежилеты, и это неплохо. Pro-версия звучит хорошо, потому что плюс 20 брони всем бронежилетам, но баллистическим бронежилетам. Это только первые три бронежилета. То есть это только этот, этот и этот. То есть легкий, тяжелый и просто баллистический. На последние три бронежилета это не работает. И да, с этим перком тяжелый баллистический жилет дает столько же защиты, сколько и противоосколочный. Он вообще по всем параметрам становится лучше, кроме стойкости. Но стойкость там на два отличается. Так что это интересно. Но все равно он не будет лучше, чем комбинированный Лещам улучшенный бронежилет Если еще взять перков на броню То он станет То есть у него можно по-моему добиться 90 или даже больше брони То есть он будет как без перков комбинированный Но на комбинированной тоже перке работают Так что он станет еще лучше Ну в целом интересная конечно идея Но в большинстве случаев тяжелая броня полезнее Чем легкая броня Даже с небольшими такими бонусами Да Второй тир намного интереснее Беги и стреляй Вы получаете плюс 10% скорости передвижения Просто тупо Это очень неплохо И это полезно и вообще хорошо И про версия скорость передвижения не уменьшается при прицеливании То есть вы когда жмете правую кнопку Прицеливаетесь В нормальной ситуации вы начинаете ходить медленнее от этого С этим перком вы не начинаете ходить медленнее Это довольно весело и интересно Так что перк хороший Но опять же Про версия не очень нужна Без нее жить вполне можно Базовая плюс 10% скорости передвижения всегда хорошо То есть это Шиноби дает скорость передвижения Спринтер Шиноби дает скорость ходьбы Конкретно Спринтер дает скорость бега А это дает скорость всего в принципе на 10% Так что это неплохо Хотя и меньше дает Но оно стакается естественно Так что имеет смысл взять все Почему нет В общем мне нравится этот скилл Дальше Шестое чувство Когда вы стоите не двигаясь в течении 3,5 секунд Противники будут подсвечиваться вокруг вас в радиусе 10 метров Навык действует только до тех пор пока вы остаетесь незамеченными Незамеченными это значит стелс То есть пока Пока не поднялась тревога он действует То есть вы по сути стоите на месте И вокруг вас подсвечиваются враги В том числе сквозь стены По-моему там подсвечиваются Точнее не по-моему А точно там подсвечиваются и гражданские тоже Но возможно это баг И возможно это уже пофиксено Когда я его тестил Он подсвечивал гражданских В том Ну Он подсвечивал и охранников И там Все остальное Но и гражданских тоже Что не совсем идеально Но в любом случае Это полезный скил Потому что он подсвечивает все сквозь стены И я не знаю что о нем еще можно сказать О про версии можно еще сказать Много интересного Про версии позволяет вам подбирать предметы В режиме исследования Расследования В общем пока вы не надели маску Это делает Пару-тройку миссий Очень легкими По крайней мере Обычный банк от этого становится просто Невероятно легким Биг банк от этого становится намного проще Что еще Какая-то еще была миссия подобная Где тоже есть какая-то карточка Которую Было бы очень неплохо подобрать Не надевая маску Так что да Полезный скил И следующее Пригнись и прикройся Шансу вернуться от вражеского огня На 5% больше в фрисаде И еще плюс 10 в про версии Естественно вы не можете одновременно приседать и бегать И спринтер в этом плане Но он не то чтобы полезнее Он дает больше у ворота Но в целом Если вы билдите персонажа в у ворот То это хорошо Потому что вы не всегда бегаете Когда вы не бегаете Вы обычно приседаете Ну или вы должны обычно приседать По крайней мере Так что Он будет прибавлять вам у ворот И это хорошо Что еще о нем можно сказать В общем Неплохой скилл Не для меня Я не делаю персонажа с у воротом Так что Я его не беру Но вообще беглец Он неплохо заточен В такой гибрид Что и у ворот есть И броня какая-то есть Потому что Нет не перки Потому что Вы сможете бегать Там вот в этой вот Какой-нибудь легкой броне Иметь приличный у ворот при этом И иметь какое-то количество брони То есть сейчас у меня Самая легкая броня Дает по-моему Столько же Сколько тяжелая Дает без Его Скилла Который прибавляет броню И при этом у нее Будет у ворот Сейчас у нее нет у ворота Но это потому что Перки Ее у ворот дает с перками И скорость высокая И вообще все хорошо И скрытность тоже в ней Достаточно хорошая Так что под это В основном заточен Новый Новый класс Но я не думаю Что это будет хорошо работать На оверкилле И на дэдфиш Так что Да Ну ладно Что поделать Третий тир Братская помощь Вы получаете на 10% Меньше урона от бандитов И еще на 25% Меньше урона от бандитов Про версия Бесполезно Бандиты есть там На трех разных миссиях Они не такие уж страшные Их мало И вообще Зачем Уинсон Вульф Вы можете носить с собой Один дополнительный мешок Для трупов Это стакается с призраком Чистильщик Про То есть С обоими этими скилами Вы можете носить Три мешка для трупов Но оно не дает вам Изначально Изначально мешок для трупа То есть Вы его просто можете взять Из коробки Но изначально У вас будет один Просто так Или два Если у вас есть Чистильщик Про И про версия Штраф за зачистку Уменьшена на 75% Поскольку вы научились Убивать не оставляя следов Пока вы Стаетесь незамеченными То есть Пока не поднялась тревога Вы можете убивать гражданских И штраф будет Всего четверть Своего нормального значения Это конечно хорошо Но в большинстве Свою чифру Это не имеет особого значения То есть Штраф там и так Не очень большой И С ним обычно Никогда особых проблем нет Ну как и с деньгами У меня есть особые проблемы С деньгами Потому что я респектуюсь После каждой миссии Но это у меня Это плохая идея Вообще респектиться После каждой миссии Ну ладно Скорая помощь Увеличивает скорость Установки аптечки Первой помощи И напарники Использовавшие Вашу аптечку Получают на 20% Меньше урона В течении 10 секунд Это делает аптечки Намного более полезными Про версии этого скилла То есть Союзники Получают меньше урона После того как они съели аптечку Это круто Учитывая что У вас аптечек будет 14 Это совсем круто Ну и Следующий Следующий тир Плюс 3 аптечки Плюс 7 аптечек За 12 очков Многовато Но все таки Оно по сути вам дает Вместо 4 аптечек 14 Довольно адекватно Ну и ничего об этом еще Сказать нельзя Если вы используете аптечки То это хорошо Если вы не используете аптечки Это нафиг не нужно Дальше Гробовщик Вы можете устанавливать кейс С мешками для трупов Про версии вы можете устанавливать Два кейса вместо одного Это довольно интересно Это тот же самый кейс Что у чистильщика Ставится активом Но Вы его можете самостоятельно поставить И вы можете поставить 2 В про версии И если у вас 4 человека С этим перком То вы можете поставить 8 И в каждом из них По 3 мешка для трупов Плюс у вас со старта 2 если вы берете Призрака Плюс у вас еще один В общем у вас Очень много мешков для трупов Очень много Можно просто убить всех на карте И засунуть их в мешки И мешки еще останутся В большинстве случаев Так что это веселый скил Как минимум Ну и для стауса Это в любом случае Достаточно полезно Больше мешков для трупов Это На многих миссиях помогает На том же биг банке Без этого Тяжеловато Там не хватает Трех стандартных И плюс можно сэкономить Актив То есть не тратить на него Деньги Не тратить на него Количество этих активов Которые на том же Большом банке Или на Новой картинной галерее Или на первом Неофрейминг фрейме Там ограничено Количество Того что вы можете поставить Так что если вы не берете Мешки для трупов И вместо этого Берете что-то более полезное То вы получаете Что-то более полезное В общем неплохо Дальше Лебединая песня Если ваше здоровье Достигнет нуля Вместо того чтобы сразу упасть Вы можете сражаться Еще 3 секунды Скорость передвижения Уменьшена на 60% Довольно так себе Но про версии интереснее Еще 6 секунд И вам не нужно Перезаряжаться То есть когда вас убивают Вы 9 секунд Все можете убивать Без перезарядки И Бессмертия по сути Ну вы умираете После этого Но после этого Это не то чтобы Очень полезно Но это довольно весело То есть Оно редко нужно Оно редко полезно Ну это скилл Который активируется Когда вы умираете Оно в любом случае Редко полезно Но оно довольно Довольно интересно И довольно весело звучит Дальше Дальше Неудержимый стрелок Каждое попадание Из пистолета Дает 10% К наносимому урону На 2 секунды Навых может складываться 4 раза Про версия увеличивает Время действия На 8 секунд То есть 10 секунд Увеличенного урона Плюс 40% Максимум Это Очень неплохая идея Если вы берете Мастер-майнер с пистолетами Проблема в том Что этот скилл Довольно далеко Так что на него Придется тратить Много очков Чтобы до него дойти То есть это 42 очка Просто чтобы его взять Про версию То есть на манипулятора У вас останется Не так уж много Учитывая что там Надо еще скорость бега Всякую взять Кидание мешков И все тому подобное Так что Это его небольшая проблема Но все таки Это довольно интересный скилл Дальше Ниже пояса Вы получаете 3% Шанс нанести критический урон За каждые 3 очка Параметра скрытности Меньше 35 Вплоть до 30% Про версию За каждое 1 очко Параметра скрытности А скрытность В данном случае Насколько я знаю Это Вот эта вот скрытность То есть шанс Обнаружения Сейчас у меня 75 То есть сейчас я бы Ничего не получал А сейчас я бы получал Много всего То есть 27 На 3 Ну 27 Ну там кап 30 Так что я бы получал 30% Точнее там даже не 27 До 35 А не до 30 В общем я бы получал 30% шанса К криту Крит насколько я знаю Это По сути Хэдшот в тело То есть тот же самый Множитель что и у хэдшота Когда вы попадаете в тело И оно стакается с хэдшотом То есть вы можете Попасть противнику в голову И еще и критануть И нанести ему еще больше урона Плюс Насколько я знаю У некоторых врагов Крит немножко модифицирован То есть например По бульдозерам Он не так как хэдшот работает Но в целом Довольно интересный скилл Я бы хотел попробовать Но проблема в том Что я не могу Собрать нормальный билл С беглецом Потому что тут Приходится очень много Скиллов тут тратить И их не хватает В остальных местах Дальше Контр-удар Вы будете Контр-атаковать Противников И сбивать их с ног Если держите оружие Ближнего боя Наготове То есть если вы чаржите Оружие Ближнего боя Контр-атакой Вы не наносите урона Про-версия Вы можете Контр-атаковать Клокеров Взять про-версию Попробовать один раз Ударить клочника Какой-нибудь Бейсбольный битой И потом Респектнуться И больше никогда Его не брать Просто Оно бесполезно Абсолютно И последний тир Меткий стрелок Вы восстанавливаете 16 броней За каждое убийство В голову Один раз за 3 секунды Только можно Про-версия Еще 16 броней То есть 32 брони суммарно 32 брони Это достаточно прилично То есть Базовое Базовое комбинирование Бронежилет Без всяких бонусов Дает вам 90 брони То есть вы за 3 хатшота Его полностью восстановите Но за 9 секунд За 9 секунд Он у вас и так восстановится Если по-моему Не попадает Учитывая Что восстановление брони Происходит через 2,5-2,7 секунды После получения урона То есть В этом плане Этот навык Звучит Достаточно неинтересно Потому что 3 секундный каудаун Означает Что если вы не тратите Броню за эти 3 секунды То она у вас И так восстановится полностью Ну кроме этого Он позволяет Там выстрелить в противника И получить Немножко больше брони То есть Это как бы По сути увеличивает Вашу броню на 32 Если про-версия Если вы попадаете В голову противнику Пока у вас Не потрачены полностью броня Но все-таки Так себе За 12 очков Точно так себе Если бы здесь Не было 3 секунды Это была бы Абсолютно имба И можно было бы Просто танковать Бульдозеров Стреляя по ним Так что понятно Почему здесь 3 секунды Кулдаун Но он делает Этот стил Довольно бесполезным Если бы был Кулдаун меньше Если бы он был меньше Чем просто базовый Реген брони То это было бы Немножко более интересно Но Увы Дальше Подлый ублюдок Вы получаете 1% шанса Увернуться от Вражеского огня Каждые 3 очка В общем то же самое Что и здесь Только вместо крита Вы получаете уворот И не 3% А 1 И вплоть до 10% То есть по сути Если у вас Скрытность высокая То плюс 10% У ворота Проблема в том Что уворот вам нужен В громких миссиях И в громких миссиях Скрытность у вас Высокой не будет Потому что У вас будет броня У вас будет оружие В основном оружие То есть я понимаю Что можно взять Вот эту вот броню Легкую Какую-нибудь Такую 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 Взять на нее Там прокачать уворот Прокачать везде уворот И в общем иметь Много уворота И адекватное количество брони Проблема в том Что если я возьму Вот эту вот броню У меня будет скрытность 13 Если я теперь возьму Какой-нибудь громкий автомат У меня будет скрытность 75 То есть Мне придется брать Стелсовое оружие Которое В громком варианте Бесполезно Да Это немножко Интересный скилл В том плане Что И вообще Скилл 3 Беглеца Оно открывает вам Возможности Попытаться Застелсовать миссию Если вы провалили То вы все еще Можете что-то делать То есть вы Не умираете автоматом Так что в этом плане Оно немножко полезно Но все-таки Если вы собираетесь убивать То этот скилл Абсолютно ничего для вас не делает Потому что Если вы собираетесь убивать Вы берете хорошую пушку А хорошая пушка Повышает вам скрытность Ну Понижает вам скрытность В общем Не будет оно работать Точно так же Как и крит У этих двух скиллов Одинаковая проблема Ну и последний скил Парное оружие Звучит интересно Вы можете носить Парное оружие Которое можно выбрать В интере Вся фигня У него меньше стабильность На 50% И проверсия Стабильность всего На 25% меньше И больше боеприпасов В чем проблема Проблема в том Как это парное оружие Реализовано Конкретно Парное Глоки Кольты Береты И диглы Четыре вида пистолетов Которые можно по две штуки носить И Это только пистолет То есть вы не можете взять Два автомата Но это достаточно логично Вообще Я бы ожидал Что можно было бы взять Какой-нибудь там Любой пистолет И навесить на него Парное оружие Когда я услышал об этом Парном оружии Но нет Так сделать нельзя Можно взять только Конкретные виды Парного оружия Более того Они берутся вместо Основного оружия А не вместо вторички То есть у вас получается Два пистолета Плюс еще один Пистолет Ну или шотган Или еще что-нибудь Но это даже не главная проблема Главная проблема в том Что у них меньше стабильность В том что они стреляют В общем как оно реализовано Когда вы жмете левую кнопку Они оба стреляют То есть не попеременно Не один выстрел за один клик Не правая кнопка стреляет правым Левая кнопка стреляет в левом Нет Вы просто жмете левую кнопку И стреляют два пистолета С уменьшенной стабильностью То есть они Становятся более косыми От этого У них сильнее отдача Кроме того что Еще хуже Это то что на них не действуют Все бонусы на пистолеты Которые у мастер-майнда Это скорее всего Временный баг Потому что разработчики Сами говорят Что они как бы Должны действовать Но на данный момент Они не действуют Так что Да Сами по себе Эти пистолеты Они более-менее ничего Так я попробовал Кольты Кросскил На Я не помню Верихарда Или оверкил Была Мейска Ну в общем Они там очень Адекватно работают В правильном обвесе Черт я не могу Сейчас посмотреть Их обвес Потому что я не могу Их эквипнуть Проблема в том Что они очень быстро Кончаются Даже с этим бонусом Плюс 50% патронов А взять и этот бонус На плюс 50% патронов И вот эту вот фигню Что у вас просто Больше патронов И враги дропают Больше патронов Вы скорее всего Не сможете Потому что они обе Очень далеко И если на них Будут действовать Бонусы на пистолеты То вам еще надо бы И бонусы на пистолеты Взять Которые тоже очень далеко В общем Скиллпоинтов на все Не хватает Но в целом Опять же Это интересная идея Если они их все-таки Перебалансят Так что они будут Получать бонусы От пистолетов Так что возможно Можно будет использовать Не только 4 конкретных вида А там еще что-нибудь Потому что здесь нет Лучшего пистолета в игре Потому что лучший пистолет Для по крайней мере Персонажа с прокачанным Мастер-майндом Это насколько я знаю Вот этот вот Сиг-40 У него хороший урон У него много патронов У него хорошая точность У него все хорошее И его тут нет В Акимбо Кольты вроде бы Кросскилл Это лучший вариант Из того что здесь есть Диглы очень быстро кончаются У остального Слишком мало урона Но в общем В любом случае Оно не очень хорошо работает Так что Оно того не стоит Ну и такое вот Скилл 3 Мне оно не нравится тем Что в нем Все интересное в конце И поэтому Как бы не хватает очков Чтобы взять И здесь что-то интересное И где-то еще что-то интересное То есть например Если я собираюсь сделать Мастер-майнды с пистолетами Я беру пистолеты здесь все Я беру Вот эту вот фигню Потому что без нее Мастер-майнд как-то не очень полезен Я беру броню какую-нибудь Там такую Или такую То есть броня Без брони плохо жить На овертеле И на дэцпич вообще Невозможно без брони жить Так что броня нужна И потом я беру Тут скорость бега Скорость ходьбы И прочее Кидание мешков здесь И у меня остается Там 10 очков Чтобы взять первые Несколько Несколько рядов Беглеца Но я не смогу добраться До неудержимого стрелка Или до парного оружия Никак вообще Потому что Потому что У меня слишком много Потрачено сюда Слишком много Потрачено сюда Я могу конечно Попробовать взять Легкую броню Но опять же Она будет хуже Чем тяжелая броня В любом случае На высоких сложностях То же самое Там со всякими Уворотами Критами Хатшотами Оно все Либо очень Очень ситуационно То есть Вот эти два скилла Работают только Когда у вас Высокая скрытность Если у вас Высокая скрытность Они вам и не нужны Как бы Либо здесь Все слишком далеко То есть пистолеты Это было бы всегда хорошо Если вы играете Мастерменом С пистолетом Но у вас Никогда не будет очков Чтобы эту фигню взять Парное оружие Если его перебалансить То она тоже будет Всегда хорошо С пистолетом С мастерменом Но она слишком далеко Чтобы его взять Эта фигня, она тоже Хороша для всего, по сути Всегда, но она слишком далеко, чтобы ее взять В общем, тут все, либо слишком далеко, чтобы его взять Либо слишком ситуационно, чтобы его вообще Брать и тратить мне в очки Поначалу, да, поначалу есть Вот этот скилл хороший 10% скорость передвижения и прицеливания Этот скилл очень офигенный для Стелса Подсвечивает врагов в 10 метрах и Подбирает предмет в режиме исследования Один дополнительный мешок Хорошо, больше мешков, хорошо Это все хорошо для стелса Спрятанный клинок тоже неплохо для стелса, но хотя оно и не нужно Броня Более полезна, чем два других скилла В первом деле, но все равно не очень полезна Если вы не используете эту броню Если вы используете эту броню, то То я даже не знаю Тут вообще другой билд какой-то надо собирать В общем, я не знаю, что с этим скилл 3 делать Кроме как взять там броню плюс скорость бега Потому что скорость бега полезна И все Ну, окей Ну и давайте теперь перейдем к перкам Потому что перки это тоже интересная система Новая А перки это В общем, такая вот фигня Оно выглядит так Как оно работает Когда вы получаете опыт Вы за 1000 опыта получаете один перпоинт Возможно, я что-то слышал, что там есть Какой-то другой вариант получать больше за 1000 опыта Типа там 10 за 1000 опыта По-моему, когда у вас уровень ниже какого-то То есть уровень персонажа Но не уверен На 100% что он так работает Я всегда пока что получал 1000 Ну, 1 поинт за 1000 опыта И за эти перпоинт вы открываете перки Открываете вы их, начиная с первого То есть я могу открыть вот этот вот Мне нужно 200 очков То есть 200 тысяч опыта То есть по сути один какой-нибудь там банк Надо их решать Ну или может быть 2 Тогда я могу потратить сюда все эти очки Я могу также их отсюда вычесть Если я полностью не потратил Чтобы взять этот перк Теперь я их могу начать тратить сюда Если я его полностью взял То есть если у меня вот этот вот перк полностью взят Я из него очки вычитать не могу Потому что он у меня полностью взят Сейчас у меня 574 очка И каждый следующий перк он стоит больше чем предыдущий То есть первый стоит 200 Второй стоит 300 Третий стоит 400 Или 500 В общем, ну дальше они начинают больше стоить То есть вот этот вот стоит уже 1000 То есть они не каждый на 100 дороже И у вас активны все перки из выбранной ветки То есть сейчас у меня КПО Тут силач, оружейник, ниндзя, киллер, мошенник 6 веток на данный момент Их будут скорее всего еще больше добавлять И что оно все делает Каждый второй перк одинаковый во всех ветках То есть второй, четвертый, шестой, восьмой И в девятом бонус полного ряда То есть того, что вы полностью завершили ряд перков Он тоже одинаковый во всех перках В остальном они немножко разные Но давайте начнем с того, что одинаково Итак, стрельба по шлемам увеличивает урон При выстреле в голову на 25% Это тот самый бонус техника Который был очень офигенный Теперь он есть у всех И на него нужно всего лишь там 500 тысяч экспо где-то добыть Следующая Пиратки в толпе Плюс один скрытности Ношение брони влияет на вашу скорость передвижения На 15% меньше И плюс 45% опыта То есть это одновременно Опыт, который был здесь Это одновременно Из Два, по-моему, разных тербонуса Из призрака Или один Плюс скрытности Плюс Плюс Скорость при броне Он немножко Отличается в том плане, что По-моему, он у кого-то был больше Нет, у всех плюс один Изначально он был плюс пять Потом мы понерфили до плюс один Потом он оставался у силача Почему-то плюс пять Я думал, что его переделают на ниндзя плюс пять Но, видимо, его просто сделали плюс один у всех Ну, печаль По-моему, у призраков все-таки был плюс пять бонус Но хрен с ним Скрытность и так можно набрать ДТК-3 Это не такая уж проблема Так что Хрен с ним Дальше Тяжелый пехотинец Открывает сумку с броней Содержимое, которое можно надеть во время ограбления Враги оставляют на 135% больше патронов Патроны изначально работали очень криво Со скиллом, который дает больше патронов То есть, если у вас и то, и другое То вам давали 135% патронов А не Не большее или не сумму Сейчас, не знаю Возможно, это пофиксили Скорее всего, это пофиксили Сумка с броней Это интересная идея Но, опять же Если вы собираетесь воевать громко То проще изначально взять броню И хорошее оружие Потому что Без бронину с хорошим оружием Вы будете с очень высоким детектом Но, по сути, что это такое И как оно работает Вы берете эту сумку как снаряжение Вот она, сумка с броней И так же вы берете с собой броню Которую вы хотите То есть, если я буду запускать миссию Я беру вот эту вот броню И я беру сумку И начинаю я миссию в костюме Но с сумкой И когда я хочу надеть броню Я жму G То есть, установку этой сумки И у меня броня эквипается Сумка одноразовая Сумка только действует на себя То есть, нельзя взять сумку И дать ее другому персонажу Увы Так что, на деле, это довольно печально Оно заменяет ваши ЕЦМки Там мешки для трупов Или еще что-нибудь Так что, не самый лучший скил Определенно И дальше Быстрый и разъяренный Плюс 5% урона И скорость взаимодействия С медицинскими сумками На 20% выше Плюс 5% урона Это был Тир-бонус штурмовика Где-то на одном из последних тиров Сумки это было У манипулятора Где-то в начале Ну, в общем, по сути Вы быстрее едите аптечки И вы наносите больше урона Все круто И общий бонус За полную ветку перков Это на 10% больше Вероятность получить Предмет высокого качества Раньше это был Последний тир-бонус Призрака Теперь оно есть у всех Но тоже последний тир-бонус Как бы Ну и теперь давайте уже Разбираться с самими Скиллами Которые Ну, перками Которые не одинаковые у всех Итак Капо Первая Грубая сила На 10% больше здоровья Дальше Ну, естественно Достаточно полезно Больше здоровья всегда хорошо Марафоновец Марафонит, по-моему Правильно, пофиг Выносливость и выносливость Ваших напарников Увеличены на 50% Увеличивает дистанцию крика На 25% Не стакается То есть, если у Двух человек Эта хрень есть То оно Работает только у одного По-моему, даже на себя Не стакается То есть, если Оно мне дает 50% и союзникам 50% И у кого-то еще Есть такое же, что ему 50% и всем остальным 50% То и у меня И у него по 50% Всего увеличено А не по 100% Так что он вообще Никак не стакается Насколько я знаю Но в целом Выносливость Это всегда хорошо, естественно Дальше Тайник Вулфа Вы и ваши напарники Получают на 15% Больше здоровья По-моему А нет Это вот это Да, здесь все Все нормально На 15% Больше здоровья Всем Опять же Не стакается Увы Дальше Следующий Тецудо Тецудо Я не уверен Где там ударение Но пофиг Вы получаете На 10% Больше брони А команда Получает на 5% Больше брони Это стакается В том плане Что если у двоих Оно есть То у каждого По 10% Брони Но кроме этого Оно естественно Не стакается Ну и довольно полезно Опять же И последнее Ваша команда Вы и ваша команда Получаете на 2% Больше здоровья И на 4% Больше выносливости За каждого связанного Заложников Вплоть до 10 То есть если у вас 10 заложников То у вас на 20% Больше здоровья И на 40% Больше выносливости Работает на команду И не складывается тоже Довольно неплохо В целом мне больше всего Нравится этот ряд Но проблема в том Что в нем Почти все не стакается И на данный момент Нет возможности Узнать Какие перки Используют Другие персонажи В вашей партии Так что да Если вы играете С кем-то конкретным То есть если вы Всегда конкретно Командой из 4-х человек Играете То есть смысл Кому-то одному Хотя бы взять Эту ветку перков Прокачать ее И давать всем бонусы Потому что это офигенно Но если вы играете Без какой-то команды То возможно Имеет больше смысл Взять что-то другое Что Что Ну не то чтобы стакается Что только на вас работает В общем Ну да ладно Выбрать можно только Одну ветку перков Но их можно спокойно менять То есть сейчас Я выбрал вот эту Вот в ней у меня нет Ни одного перка Так что ничего не работает Но все-таки Я могу между ними Свободно переключаться Но их нужно открывать По отдельности Дальше Второе Силач Грубая сила 10% больше жизни То же самое Что и у Первой ветки Дальше Мясной щит Вероятность того Что по вам Начнут стрелять Повышена на 15% То есть Как у призрака Есть Хамелеон про Что больше стреляют По тем кто рядом И меньше по нему Так у У этой фигни Есть вот эта вот фигня То есть По вам стреляют чаще По союзникам рядом Стреляют меньше Ну неплохо для танковки Наверное Ну и так же Плюс 10% здоровья В общем адекватно Дальше Сила гиганта Еще на 30% Больше здоровья Дальше Это пока я пропущу И последняя Горелла 800 фунтов Это еще на 40% Больше здоровья Итого у вас там По моему 90% здоровья Увеличено Со всей ветки Плюс если у вас Есть еще кто-то С вот этой вот фигней То у вас еще больше Здоровья увеличено С вот этой вот фигней Еще больше В общем можно набрать Огромное количество здоровья Здоровье не восстанавливается В отличии брони Так что это Не идеально все-таки Но здоровье больше Чем брони изначально Насколько я знаю Так что в этом плане Оно может быть Хорошей идеей Ну и опять же Можно восстанавливать здоровье Вот этими вот хреновинами Можно восстанавливать здоровье Вот этой вот хреновиной То есть заложники Восстанавливают 2% По моему заложники Все равно восстанавливают 2% от базовой жизни То есть если у вас там Плюс 100% в жизни По 1% вашей текущей, по-моему. Не уверен на 100%. Но, в общем, в любом случае, самый важный перк в этой ветке, в Севачье, это нарушитель спокойствия. Вы можете использовать ручные пулеметы, пистолет-пулеметы и снайперские винтовки, чтобы сейдить панику среди врагов. Паника будет подавлять точность стрельбы противника и вводить в страх. Когда вы стреляете по врагам из пулемета, или из снайперки, или из пистолета-пулемета, враги пугаются и не стреляют в ответ. Это офигенно. Со снайперками это бесполезно, потому что снайперки слишком низкорострельны, и оно будет слишком редко проходиться. С пулеметами это просто, вы заходите в комнату, начинаете стрелять, и, по-моему, никто не стреляет в ответ, потому что у всех паника. Ну, не у всех, возможно, но большая часть врагов не стреляет в ответ. Так что это очень неплохо, и если вы пользуетесь пулеметами, то это хорошая идея. Но если вы не пользуетесь пулеметами, ну, пистолет-пулеметы тоже, но они в основном бесполезны. И у них, по-моему, меньше модификатора этой паники По-моему, так Но с пулеметами это довольно хорошая идея Но в остальном прибавка к жизни это не всегда хорошо Ну, то есть это всегда хорошо, но другие вещи лучше Дальше, оружейник Первое, броня тип 1 на 5% больше брони Броня тип 2 на 5% больше брони Броня тип 3 на 5% больше брони Запасная броня, скорость восстановления брони увеличена на 10% И текучая броня еще на 5% больше брони и скорость восстановления и команда В общем, итого у вас плюс 20% брони Правильно? 5, 5, 5 и еще 5, плюс 20 Плюс 20% скорость восстановления брони И плюс 10% скорость восстановления брони союзникам В общем, больше брони Для бога брони Броня регенит, так что это полезнее, чем жизнь, на мой взгляд Но кроме этого это абсолютно уныло все То есть это все дает вам броню Броня, 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 реген брони, броня и реген брони Так что даже говорить особо не о чем Дальше, ниндзя У ворот на 10% Снижает вероятность того, что по вам начнут стрелять Когда вы будете рядом со своими товарищами на 15% Стакается с вот этим, насколько я знаю То есть на 30% меньше по вам будут стрелять Дальше, у ворот на 10% У ворот еще на 10% И шанс пробить вражескую броню из любого оружия 25% Уменьшает время переключения между оружием на 80% У ворот итого плюс 30% Это много Это очень много Базовый у ворот у вас Ну базовый у ворот у вас в костюме 10 Итого 40 И плюс на бегу у вас будет 65% у ворот Упс, я не туда зашел 65% у ворот это очень неплохо То есть по сути, когда вы бежите По вам большая часть выстрелов не попадает Но кроме этого Что, ну еще по вам меньше стреляют И последний умерший шанс пробить броню из любого оружия Это работает только против тяжелых фбр-овцев То есть это единственные враги, у которых есть броня в игре И только если вы стреляете им в тело И 25% То есть каждая четвертая ваша пуля будет игнорировать их броню То есть Три из четырех пуль ваших не будут наносить им урона в броню Каждая четвертая будет Ну в среднем каждая четвертая это шанс все-таки И уменьшает время переключения между оружием на 80% На деле так себе эта ветка, на мой взгляд Ну то есть у ворот, да, у ворота много от этого Но Для того, чтобы его нормально использовать, придется бегать в костюме На громких миссиях бегать в костюме это не всегда хорошо Увы Дальше Киллер Базовая броня, скорость восстановления брони увеличена на 5% Амбидекстрия Парное оружие Стабильное на 75%, менее стабильное на 75% То есть это то же самое, что и вот этот вот скилл, только еще хуже стабильность Оно не стакается в плане стабильности То есть если и то и другое взять, то стабильность будет 50% все равно Но все-таки Это возможность брать парное оружие и не брать последний перк в последний скилл беглеца Так что в этом плане это неплохая идея Дальше, скорость восстановления брони увеличена на 10%, но сама броня становится слабее на 5% То же самое И то же самое И плюс стабильность парного оружия теперь 50% вместо предыдущего параметра и больше патронов Все равно меньше стабильности и меньше патронов, чем у скилла, но естественно вы можете не вкладываться в скилл для этого Так что в этом плане хорошо В остальном эта ветка уменьшает вам броню, но увеличивает скорость ее восстановления Иногда это полезно По-моему, если у вас есть все остальное, что вам прибавляет броню То есть самая тяжелая броня, плюс у техника последний скилл на 50% больше защиты у брони Плюс, если, по-моему, у вас есть кто-нибудь, кто вам бустит броню с помощью вот этой вот какой-нибудь фигни, что на 5% больше брони То с этим вы все равно сможете пережить на DeathWash выстрел снайпера И не потратить жизнь вообще, даже с уменьшенной броней Возможно, даже без 5% вы сможете это сделать Так что в этом плане это довольно неплохо все-таки Без всего этого я бы не стал уменьшать свою броню То есть если вы не используете там Этот тактически комбинированный улучшенный бронежилет И плюс еще и пуленепробиваемость То, наверное, не стоит все-таки Ну, если вы хотите двойное оружие использовать Ну, можно с другой стороны прокачать просто до двойного оружия и все, и не качать дальше эту ветку Да, у вас не будет больше патронов и больше урона Но что поделать Зато у вас также будет нормальное количество брони, а не уменьшено Так что не знаю в целом Ну и мошенник, последняя ветка Довольно интересная Ваш шанс увернуться на 10% увеличен При ношении баллистических бронежилетов Ваш шанс увернуться увеличен на 10% При ношении то же самое В общем, еще плюс 10% И еще плюс 15% Итого плюс сколько? 35% у ворота в баллистической броне Самая тяжелая баллистическая броня имеет минус 30% То есть в ней будет 5% шанс у ворота То есть половина костюма В самой легкой у вас будет 15% у ворота То есть больше, чем в костюме На самом деле 25% и 15% здесь И в костюме будет 20% Потому что там просто плюс 10% на первом уровне Но в любом случае у вас будет в легкой броне у ворот больше, чем в костюме Плюс прибавьте к этому броню от этой легкой брони Плюс что-то тут еще было на легкую броню, что я не помню Ну, всякие бонусы на стелс, но это не так важно В общем, оно хорошо сочетается с вот этим вот перком Который увеличивает вам броню у легкой брони И оно хорошо сочетается с легкой броней, собственно Ну и последний тир просто скорость восстановления брони увеличит на 10% В общем, да Мне нравится в целом система перков Потому что можно теперь не вкладываться во всяких там техников и штурмовиков И получать их бонусы Мне не нравится то, что приходится долго фармить экспо, чтобы их открыть То есть, чтобы полностью открыть, там надо больше миллиона, по-моему, экспо Собственно, да, здесь вот уже нужен миллион экспо, правильно? Да На один вот этот вот поинт Так что на все нужно очень много экспо И... По сути, 2,5, по-моему, миллиона 2,6 миллиона экспо Это прокачка с нулевого до сотого уровня Так что не очень хорошо В плане прокачки То есть, долго очень прокачивать эти перки Но, с другой стороны, есть что делать после того, как вы уже прокачали свой уровень до 100 Так что в этом плане, наверное, хорошо Ну и вы можете спокойно менять ветки В зависимости от ситуации Их нельзя менять во время миссии То есть, их можно менять только из лобби Но все... Ну, то есть, не во время миссии А, допустим, если миссия несколько дней имеет То вы только перед началом ее можете сменить Вы не можете, там, первый день пройти с одной веткой Второй день пройти с другой Но в целом мне нравится эта система Она довольно интересная Она дает вам пассивные бонусы Плюс оно не обнуляется, когда вы обнуряете свой уровень Так что у вас будет сразу плюс 45% фэкспо У вас сразу будет урон хэдшотов У вас сразу будет, там, еще всякая фигня И вы на первых, там, 10 уровнях будете намного более полезны, чем раньше В этом плане оно хорошо Ну и, в общем-то, да Больше говорить не о чем Про эту ветку перков я уже сказал Она в большинстве случаев На нее не хватает очков, просто в большинстве случаев Потому что я не готов отказываться от тяжелой брони Или... Или, там, воскрешений каких-нибудь Или еще чего-нибудь, чтобы взять себе, там, двойное оружие Которое довольно бесполезно на данный конкретный момент Поначалу, да, скорость бега это всегда хорошо Дополнительный мешок для трупов это всегда хорошо Шестое чувство это хорошо Стойкость это адекватно Больше брони у легких броников это тоже адекватно Но дальше, там, третьего тира Оно становится слишком дорогим И не стоит того, на мой взгляд Старые скиллы Самое важное, что поменялось в этом апдейте Это вот это вот Контроль толпы на втором тире Это просто супер офигенно Теперь можно без особых проблем В одиночку проходить какой-нибудь там ночной клуб Какой-нибудь там Гоу-банк, возможно Ну, хотя не уверен, довольно сложный все-таки В одиночку Просто банк намного проще стал Что еще, всякие ювелирки Они, конечно, и так были невероятно простыми Но они теперь еще проще В общем, очень много миссий стало за счет этого Значительно проще Потому что контроль толпы Ну и, в общем-то, да На этом тогда все Так что я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Вайми Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok